Итак, приветствую, братва, с вами снова Сникиджо, и добро пожаловать на урок, о котором никто не просил из моих подписчиков, но о котором просят в общем-то в Рунете. Это урок о том, как можно стримить в Инстаграм. У меня на рабочем столе имеется папочка Instagram Streaming, и ее мы будем использовать для того, чтобы непосредственно выполнять стрим. Сейчас я создам архив, который вы после этого можете скачать и использовать его для легкой настройки. Однако, также в архиве имеется инструкция, и я вам ее сейчас даже покажу, которая позволит вам, не качая этот архив, выполнить установку самостоятельно. Ну и, соответственно, давайте перейдем к делу. Инструкция по установке находится прямо в корне, а рядом лежат файлы, которые нам потребуются для установки. Для начала нам вообще требуется понять, что мы имеем у себя. Мы имеем у себя PHP-скрипт, для которого нам потребуется настроить окружение. Этот скрипт вы можете скачать по ссылке, которую я сейчас вот здесь вот написал, и перейдя по кнопке релиза. На текущий момент последний релиз это 1.8, и ссылка на него, опять же, доступна у нас здесь. Мы качаем, извиняюсь, мы качаем файл update.php. Это тот файл, который нам скачает весь скрипт и все настроит. Как вы можете видеть, здесь он у нас имеется вот здесь, instagram update.php. Также я сюда положил свою установку с настроенным конфигом. Если вы хотите, можете использовать его. Он подходит для текущей версии этого непосредственно инстаграма, и он содержит модификации, которые я написал здесь. Дальше, после того, как мы скачали PHP, скрипт непосредственно нам требуется сам PHP. Это штука, которая будет скрипт исполнять. Переходим в загрузки, и здесь мы качаем архив zip. Это, опять же, то, что у нас уже здесь имеется. Этот архив скачан, его можно использовать. Дальше, что нам требуется? Curl. Качаем curl по ссылке, 32 бит или 64, в зависимости от того, что вам требуется. Его, опять же, вы можете увидеть, что он скачан у меня здесь. Абсолютно те же самые два архива. Сертификат curl для того, чтобы... Я не знаю, для чего он просто требуется. Его можно скачать по ссылке, опять же. Мы его качаем, сохраняем, все работает. И последняя вещь, которая нам потребуется, это composer. Чтобы скачать его для Windows, мы просто качаем composer.setup.exe. Опять же, он качается. Опять же, он имеется у меня в архиве. Вы можете его просто скачать, запустить, открыть. Далее. Теперь, как мы начинаем работать? Нам нужно все это безобразие после того, как мы скачали, установить. Поэтому давайте создадим папку. Создадим папку «Готовая установка». Да, все плохо. На самом деле, я рекомендую использовать пути без пробелов и без русских цифр. Но раз уж мы на русском сейчас общаемся, давайте начнем. Как мы производим установку? Во-первых, сам PHP. PHP мы устанавливаем довольно просто. Мы открываем архив, создаем здесь папку PHP и разархивируем все прямо сюда. Просто так как мы это сделали. PHP у нас, грубо говоря, установлен. Продолжаем дальше по списку. Нам требуется установить curl. Устанавливаем curl. Открываем архив, который нам требуется. В моем случае это 64 бита. Распаковываем его просто в папку вот сюда. Можем его переименовать. Curl для простоты. И идем дальше по списку. Дальше нам требуется установить composer. Устанавливаем composer. И здесь есть маленькая такая особенность. Когда мы начинаем его устанавливать, нам требуется указать, где находится наш PHP. Соответственно, мы копируем папку PHP, куда мы его разархивировали. Мы переходим по этому адресу и выбираем exe.php.exe. После этого composer устанавливается. И мы можем попросить его создать PHP-ini-файл. Это нам требуется. Мы с этим соглашаемся. Дальше идет все по автомату. Мы завершаем установку. И это опять же все, что нам требуется. Дальше. Когда мы установили PHP, composer и curl, нам требуется создать папку, в которой будет лежать скрипт Instagram. Соответственно, создаем эту папку Instagram. И кладем сюда апдейт PHP-файл Instagram, который мы до этого скачали. Это то, что нужно подготовить по файлам. Далее. Для простоты это делать не обязательно. Если вы умеете работать с командной строкой, вы можете этот шаг пропустить. Однако, что я рекомендую сделать? Открываете мой компьютер. Нажимаете правой кнопкой свойства. Переходите в изменить параметры. Расширенные параметры системы. И дальше переменное окружение. Здесь вам нужно найти строчку path и редактировать ее. Вот. В моем случае уже имеется здесь готовая установка прошлая, которую я для практики себе создавал. Что нам требуется сделать? Нам нужно найти, опять же, директорию PHP, скопировать этот путь и создать новую строчку, которая будет содержать эту строку. Зачем мы это делаем? Мы это делаем за тем, чтобы можно было PHP вызывать вот отсюда. То есть мы набираем PHP. И PHP у нас запускается. Мы можем это сделать абсолютно из любой точки. То есть нам не надо находиться в этой папке. Это очень удобно для того, чтобы запускать непосредственно скрипт Instagram. Опять же, если вы умеете работать с командной строкой, вы можете этот шаг пропустить и не запариваться на нем. Теперь, когда мы добавили PHP в переменное окружение? Мы смотрим. Здесь у нас, в общем-то, ничего, кроме Nginx, нет. Про него я буду делать отдельное видео, и я рекомендую его посмотреть. После того, как мы все закончили, нам нужно настроить сам PHP. Мы его открываем отдельно и смотрим, что нам нужно здесь отредактировать. Нам нужно раскомментировать в PHP некоторые опции. Мы делаем Ctrl-F и вставляем это название. Убираем точку с запятой. Делаем Ctrl-F. Убираем точку с запятой. И так вот по всем по ним проходимся. В официальной инструкции всего этого нету, поэтому в данном случае мы перескочили дальше. Нам нужно вернуться назад. Exif мы раскомментируем. И дальше последняя вещь, которая нам нужна, это OpenSSL. Ее тоже раскомментируем. И сохраняем этот файл. Этих вот шагов в официальной инструкции нету. Про них никто не говорит. Из-за этого у многих людей большое количество проблем. Еще одна вещь, которую нам нужно здесь сделать, это сертификат, который мы скачали для Curl. Я его вам не показал, как нужно скопировать, но, соответственно, curl.seacert. У меня здесь имеется, опять же, папочка. Мы копируем этот seacert и кладем его в файл готовой установки. php.curl. Вот сюда просто для простоты. Теперь мы копируем этот текст. Копируем путь к этой директории для простоты. Опять же. И смотрим, ищем строку, которая здесь указана. Curl.sea.info. Нам нужно убрать эту точку с запятой и вставить путь до этого сертификата. При этом, обратите внимание, нам нужно добавить seacert.perm в самый конец. То есть мы делаем дополнительный слэш. И вот он, seacert.perm. Однако не все так просто. Опять же, нам требуется повернуть эти слэши, потому что в противном случае они не будут нормально работать. И после того, как мы изменили все эти параметры, мы можем сохранить php.ini и закрыть его. Больше мы здесь ничего менять не будем. Дальше переходим уже непосредственно к настройке скрипта Instagram. Мы видим здесь только один update.php. Что мы с ним делаем? Мы делаем в вот этой строке. Мы можем сделать php, update.php, как вы уже видите. А можем, если мы хотим отследить на случай, если там есть какие-то проблемы, сделать это через командную строку. Можем набрать cmd. И здесь абсолютно так же. php, update. Я нажал на tab, чтобы заполнить имя. Update.php. Нажимаем на Enter. И смотрим, что из этого происходит. Сейчас установка будет заканчиваться. Вы можете видеть, что какие-то файлы здесь начали создаваться. Новые, которых раньше не было. И через буквально минутку установка заканчивается. Теперь, когда установка закончилась, нам нужно сделать последнюю вещь. Нам нужно настроить непосредственно сам скрипт Instagram. Для этого нам нужно выставить наше имя пользователя и пароль. Соответственно, как имя пользователя у меня есть с Nikiju.ru, но я использую для стрима с Nikiju.stream. Я вбиваю его сюда. И дальше, вместо пароля, который у меня сейчас закрыт белым полем, я вбиваю свой пароль. Соответственно, после того, как этот пароль вбит, технически уже можно сохранить эти параметры и начинать стримить. Однако, я рекомендую провести еще некоторые изменения. В случае, если у вас будут проблемы с запуском OBS, вы можете в поле OBS Custom Path вставить путь к вашему OBS. Если это не позволит вам избежать проблем с запуском OBS, то это как минимум позволит не получать ошибку при запуске этого скрипта. Дальше, OBS битрейт требуется заменить на 2000. Почему мы это делаем? Потому что разработчик решил стримить на довольно высоких параметрах, однако сам Инстаграм по себе не поддерживает довольно высокий битрейт и, соответственно, разрешение. Также мы меняем разрешение 480 на 854. Лучше параметров вы все равно здесь не получите, поэтому нет смысла лишний раз гонять ваш компьютер и использовать какие-то совершенно дурацкие параметры. После того, как мы это настроили, мы делаем сохранение файла и закрываем его. Теперь мы готовы начать стримить. Когда установка завершилась, мы должны запустить наш скрипт. php.golive.php Вот мы это делаем, и нам здесь требуется сделать несколько вещей. Во-первых, нам требуется подтвердить профиль, которым мы будем пользоваться. Профиль в OBS — это наборы ваших параметров FPS, разрешения и прочего-прочего. После того, как мы это делаем, нам нужно подтвердить наш e-mail или SMS, потому что скрипт нам не верит, он думает, что что-то пытается хакнуть наш Инстаграм, и, соответственно, мы с этим соглашаемся, что да, мы хотим хакнуть Инстаграм, черт возьми, мы хотим стримить как белые люди. Мы выбираем e-mail. В качестве метода подтверждения мне придет почта, которая позволит подтвердить этот аккаунт. Соответственно, здесь я вижу код 629507. Я этот код ввожу. Проходит проверка. Мы успешно зашли. После того, как мы это сделали, нам больше повторять эту процедуру не требуется. Далее, OBS интеграция. Хотим ли мы автоматически начинать стрим, когда стрим начинается в OBS? Вы можете сделать yes, вы можете сделать no. От этого зависит не слишком много. После того, как мы согласились с интеграцией, в данном случае у меня OBS завелся, и вы можете видеть, что у нас, оказывается, изменилось разрешение сцены-то. То есть, изменилось оно таким образом, что теперь у нас в параметрах видео находится то, что мы задали. 480 на 854. Это то разрешение, под которое вы должны подогнать все. Ну и, как вы видите, здесь сейчас стрим в Instagram завелся. Я обновляю стрим на своей странице, и мы видим вот такие вот растянутые полосочки. Вы также видите, что я зашел, и я смотрю на этот стрим. Давайте попробуем привести его в человеческий вид. Сделать это довольно просто. Нам нужно всего лишь восстановить текущий стрим и перейти в настройки нашего OBS, чтобы убрать резкодирование. Мы запускаем еще разок, и я надеюсь, что он будет работать как следует. Зумер, свали нафиг. Вот, теперь все работает как следует. Ну, как вы видите, уже заходит человек, который хочет что-то написать. Да, так или иначе, теперь у нас все работает как следует, и можно стрим заканчивать. Рядом с текущим видео я выпустил еще два видео. Первый из них про простой метод, который позволяет стримить в Instagram без вот этой всей тяжелой установки PHP за 12 минут. И еще одно видео на случай, если вы хотите мультистримить не только в Instagram, но еще и на другие платформы, и при этом, чтобы у вас видео не обрезалось, то есть, чтобы видео было повернутым. Оба эти видео я рекомендую вам посмотреть, потому что текущий метод, он надежнее этого второго простого метода, про который я рассказал, плюс он позволяет читать чат. А поворот, он дополняет текущий метод, и они работают в тандеме. Я надеюсь, что проблем у вас с этим не будет, а если проблемы возникнут, вы можете у меня спросить, я как обычно в комментариях отвечаю. Я надеюсь, что это видео было полезно или интересно. С вами был Сникиджон, если вам понравилось то, что вы сегодня узнали, выполняйте тубовскую рутину. Субтитры сделал DimaTorzok